всем привет дорогие друзья и гости канала рады приветствовать вас на нашем канале сегодня у нас должно было быть пополнение в нашем хозяйстве вчера в своем видео мы вам об этом говорили о том что должны сегодня у нас быть новые жители в нашем хозяйстве цыплят нам привезли но сегодня видео не цыплят сейчас как вы видите на улице светло хорошая погода среди солнышко но минут 20 до этого начала греметь ни с того ни с сего поднял сильный ветер очень сильная гроза буря немножечко нам удалось заснять этого процесса я вставлю в это видео и вы сможете это увидеть а и Продолжение следует... 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 а вот наши утята те которые постарше тоже они попали под дождь не попасть под дождь было просто нереально как только начало греметь и началась молния мы сразу выбежали из дома попали под град я хоть успел надеть футболку а старший выбежал просто в шортах вся спина у красная потому что град был очень крупным град был наверное размера как перепелиное яйцо а может быть даже крупнее пока мы бежали посмотреть что там с нашим сеном его еще не было но прибежал к сену начался очень сильный град и сделать уже было просто ничего невозможно потому что град и такой какой-то сильный ветер как будто бы с двух каких-то разных сторон соединяясь воедино он делал какую-то такую большую бурю что я такого в своей жизни еще не видел особенно между двумя кучами сена она как-то так проходила каким-то сквозняком с одной стороны как будто бы одной ветер с другой стороны другой ветер и она соединялась поедино и делала очень большую такую заваруху а потом это все обвенчалась еще и большим и сильным градом в общем нехорошее это все дело то что произошло напарила она хорошо смотрю поломала нам качелью не знаю что у кого еще наделала но у нас это было малари пропал старая свет и поразорвала нам пленку на нашем сене мне говорили что если хорошо пленку закрепить то никакой ветер ее не снимет закрепили мы ее очень хорошо обвязали мы ее но как вы видите к одному месту бантик я в своей жизни такого сильного ветра и такого града еще не видел и еще не встречал не знаю что мы теперь будем делать разбирать эти кучи стюками просушивать их или даже не знаю что делать говорила уже как-то в своем видео что нужно строить специальное место для того чтобы складывать слаживать сено наверное этим нужно заняться потому что очень жалко своих трудов жалко того что ты работаешь а получается совсем все по-другому и в общем если что-то не так то все она идет коту под хвост это немножечко как-то напрягает утром здесь у этих красотах я яйца собирал но смотрю что везде яйца еще лежат не несутся они в своей коробке несутся они за коробкой пока еще снимаю это видео не дошел до сена хочу вам сказать что в продаже у нас вот эти голубые мускусные утки вот этот красивый наш селезень и с ними также продаются шесть вот этих белых мускусных уточек так что если кто-то хочет приобрести для себя хороших мускусных уток можете обращаться пока они еще есть наличие одна уточка еще у нас сидит на яйца эти голубые утки тоже хотят садят садится на яйцо но яйца я забираю они ходят только пищат если бы поставлять яйца они бы все на эти яйца сели и также еще чуть-чуть и я буду выставлять на продажу вот этот наш подросший молодняк когда уже будет стопроцентно видно где уточка где селезень я буду продавать их семьями для себя и всякие расходят не буду так что если кому-то будет интересно можете обращаться и выбирать для себя красивых мускусных уток и также вот эти у нас подрастают которые тоже будут искать новый дом может быть кому-то интересно можете забирать их сейчас вместе с их красивой мамашкой конечно же раньше всего хотелось бы пристроить вот этих взрослых за маленькими интересно всем наблюдать они очень хорошо растут крупненькие хочется посмотреть что с них получится там у нас смесь окрасов и вроде бы получилось все неплохо спрашивали меня в комментариях можно ли сделать семьи с разноцветных уток грубо говоря там белых голубых коричневых черных лавандовых конечно же можно делать будут у вас цветные мускусные утятки уточки будут очень быстро расти будут разноцветными но к этому всему они будут еще и крупными так что можете соединять и получать для себя различные цвета также скорее всего будем мы продавать семью наших холмогоров это гусыню и гусака и в бонус к ним будет их холмогорский гусенок может быть тоже кому-то будет интересно приобретение семьи холмогорских гусей так что думайте и можете обращаться строитель наш так и не пришел погреб наш так стоит накрытый шифером да и пока на строитель собирался идти много чего уже произошло не рассказываю вам о том что были у нас такие моменты очень интересные о которых мы не ожидали но они случились думал я как-то отдельно снять об этом видео но вот закинула на огород ведро чтобы вы понимали у соседей я смотрю выложила всю кукурузу но к ним я не пойду с не буду вам показывать положила вот у нас бурьян поломала всю малину малина стояла теперь малина чтобы вы понимали лежит вот этот ряд вообще ее не видно пока мы собирались делать погреб нам привезли сено за сено мы договаривались так что мы будем брать его в долг и частями каждый месяц я буду отдавать из тех денег которые мне будут отдавать за молоко так как молоко у меня берут месяц подряд а в конце месяца мне отдают деньги по количеству тех литров которые у меня взяли я даже не считаю я молоко отдал человек который молоко берет все считаете в конце месяц месяца мне говорит столько-то литров было молока взято и такая вот сумма но вот я бежал даже потерял свои тапки потому что град такой сильный был что мы бежали с огорода уже несмотря ни на что один тапок и где-то потерян еще один тапок но мне сено привезли и сказали что извините но за сено нужно заплатить в общем половина стих денег которые были отложены на погреб пошли у нас за сено а потом у меня вылетел зуб и нужно было лечить зубы так деньги наши на погреб и разошлись погреб теперь стоит не накрыт теперь у нас вот смотрите еще одна интересная картина соседские вот эти козлы которые меня уже просто-напросто достали порвали нам всю сетку поломали мне весь топинамбур вот смотрите одна здесь дыра он еще и закрутился здесь и будет стоять до тех пор пока не придет наш сосед забирать я его не буду потому что он мне говорит что они такого делать не могут вот теперь пускай смотрят и плюс ко всему этому они еще и привязаны за столбик но это просто какой-то беспредел ну идет наш александр с побитой спиной после града а за ним наш песик так что вот такие у нас добрые соседи перед этим нам теленок порвал пленку нам тоже сказали что теленок этого сделать не мог ну в общем как видите две дырки здесь в сетке и одна еще здесь внизу и этого быть не может это как-то даже не знаю как назвать мы здесь старались и угородили загораживали чтобы наши животные к ним не заходили чтобы животные наши ничего у них не наделали ну а им как видимо пофиг потому что они этого не делали хотя мы это должны были делать на двоих с них должна была быть либо сетка либо столбики ну а с нас то что они выберут ну короче пришлось нам делать это самим ну а вот козел по обгрызал всю грушу здесь вот видно ни веток ничего уже не осталось ну в общем дошли мы до сена кусок пленки который остался и сена то которое намочил дождь так что вот теперь непонятно что с этим всем делать так что вот такие у нас дела дорогие друзья по поводу того что мы уже своем видео как-то говорили о спонсорстве и обо всем другом это действительно не шутейное дело я хотел об этом всем записать отдельный видеоролик сейчас смотрите вот как поломала иву может быть реально найдется человек которому будет интересно сделать вложение в наше сельское хозяйство мы были бы только за и мы были бы этому очень рады мы бы смогли доделать все то что у нас запланировано и по возможности за какой-то период времени отдать всю ту сумму которую вложат на так сказать в наш сельский проект если кто-то с вас смотрит и имеет желание возможность помочь то мы будем только рады и будем очень благодарны вот смотрите как обломала иву об этих ивах я уже когда-то говорил эти его принадлежат нашим соседям вот бетонный забор здесь вот у нас стоит не стоит точнее сказать был вот такой небольшой пруд его видно если там хорошенечко копнуть то можно докопать до воды и здесь была рыба здесь были караси пока был жив человек который за этим всем ухаживал все здесь было хорошо ну а потом все это грубо говоря забросилось так что в общем дорогие друзья вот такие у нас не очень важнецкие дела о цыплятах сниму я вам видео попозже ну а пока вот такое у нас видео всем спасибо за просмотры за подписки за лайки берегите себя своих родных и близких дорожите тем что у вас есть пускай все все будет хорошо и еще лучше всем всего хорошего всем пока пока и до новых встреч господин